Приветствую всех зрителей моего канала и сегодня хочу рассказать вам о моей рукодельной покупке, которая ко мне приехала вчера. Итак, маленькая предыстория. Я в недавнем прошлом начала участвовать во всяких розыгрышах ВКонтакте, знаете, вот эти, которые по перепосту. Я никогда этого раньше не делала, но потом почему-то резко начали выигрывать люди, которых я знаю. И мне как-то показалось, ну мало ли, может мне тоже когда-нибудь удача улыбнется. И там нужно было в условиях одного из этих розыгрышей вступить в группу. Я вступила и потом думаю, ну надо хоть посмотреть, что там в этой группе продается. И в альбоме в наличии я увидела ее. Это карта цветов бисера чешского, но это не просто карта, которую мы привыкли видеть в магазинах, где продается бисер. Вот оригинальная карта чешского бисера, которая именно заводская, вот пресиоса. Она вот такого вот типа, вот как эта карта DMC, но она вот такого же типа, она разворачивается вот так. Ну, немножко меньшим объемом, не настолько страниц, но факт остается фактом, она вот так вот разворачивается. То есть она не листается, просто страничка, страничка. А это карта ВДВ. Многие знают, что у нас в Украине существуют две нумерации бисера. Это родная вот эта вот нумерация пятизначная и нумерация трехзначная. И так как у нас достаточно большое количество производителей, которые именно производят всякие заготовки для вышивки бисером, этого добра у нас очень много. И зачастую бисер там идет в ключе, который нужно будет покупать к этой заготовке в трехзначной нумерации. Очень редко в пятизначной. И даже когда покупаешь, например, в Барвистово Шиванка, там сейчас уже идет и такая, и такая нумерация, но раньше там была только пятизначная. И у меня была... и у разных магазинов, соответственно, в одном магазине трехзначная, в другом пятизначная. У меня была табличка, она есть где-то с... тут трехзначный номер, тут пятизначный. Но это нужно было садиться, все это переводить. И давно я хотела такую карту, чтобы была двойная нумерация. И я думаю, кто-то из вас может помнить, это было год назад или даже чуть больше. Я начала делать свою карту живую, распечатала это все, начала там что-то пришивать. Но оказалось, это дело очень трудоемкое, и все равно всего бисера не пособираешь. Я столкнулась с тем, что есть бисер абсолютно одинакового цвета, но с разным номером. Потому что у одного круглая серединка, у другого квадратная. То есть он абсолютно такой же, только разная форма серединка, это другой номер. И я поняла, что это... нужны серьезные усилия для того, чтобы это сделать. И так я это дело и забросила. Так лежит у меня вот эта вот недошитая карта, там, наверное, процентов 10 сделано. И увидела я вот эту вот карту в группе Шалени Хрестаки, и решила я, что нужно, нужно брать. Сейчас я вам еще буду показывать поближе бисер. Так она выглядит. Она односторонняя, то есть видите, вот с этой стороны ничего нет. Единственное, что я потом сниму вот эти вот... Видите, здесь такая пружинка у нас сшита. Я вот эту вот сниму обложку и, скорее всего, заднюю вот эту вот сторону тоже. И заламинирую, потому что, мне кажется, она недолго протянет, особенно если ей активно пользоваться. Сейчас я вам еще... сейчас я так быстренько пролистну и буду вам сейчас еще показывать. Уже даже отсюда видно, как блестит. Покажу вам еще поближе. Это все. Вот эта последняя страница. Получается 4 странички у нас. Раз, два, три, четыре. Да, все правильно. И видите, вот есть трехзначная нумерация и пятизначная. Это будет удобно, во-первых, смотрите, когда мы берем какую-то заготовку. У нас есть ключ, условно говоря, там пятизначный. Ну или трехзначный, неважно. Короче, есть ключ. Мы находим цвет. Нет, у нас написано, что там номер такой-то, там красный, с блестящей серединкой. И мы смотрим, где у нас с блестящей серединкой, находим, ищем там этот номер. И тут же видим и живой образец бисера, и тут же видим, какой он по другой нумерации. То есть это, мне кажется, что на практике это будет невероятно просто удобно. И ты смотришь на этот бисер, ты сразу видишь, как он выглядит. Ты открываешь там свои эти бисерные запасы, и ты сразу смотришь, есть у тебя этот бисер или нет. То есть тебе уже не надо вбивать там, как я обычно делала, там в гугл поиск. Вбиваю там бисер и номер такой-то. И смотрю, какой он, и ищу там его. И я даже хотела как-то здесь, не знаю, возможно, что-то наклеить сбоку и делать, по значке, делать пометки, есть ли у меня такой бисер или нет, как-то что можно было это стирать. Ну, короче, вот эту систему я пока не разработала, но это тоже будет очень удобно, потому что у меня бисер хранится в двух маленьких ящичках, а бисера очень много. Там, по-моему, 5 слоев уже его, и это не очень удобно, получается, что-то там искать. И давайте сейчас сниму камеру со штатива и буду вам поближе показывать бисер. Так, обложка, карта цветов бисера для вышивания Пресиоса Чехия. Тут значок фирмы ВДВ, лучшая традиция рукоделия. Открываем. Первая страничка. Здесь у нас идет прозрачный бисер, видите, по порядку от 100 номер. Так, конечно, это займет очень много времени, если я буду все это показывать. Сейчас постараюсь как-то это делать побыстрее. Матовый натуральный. Кстати, я здесь достаточно много увидела бисера, который я вообще никогда не видела. Я не знаю, как это у меня получилось. Мелованный. Понятно, это все на украинском, но это так же, как он у нас идет обычно в этих всех ключах. Это мы смотрим натуральный сейчас. Красота, конечно, я вчера взяла, рассматривала это все. Блестящий. Это вот который обычный, просто с круглой серединкой. Ну как, с серебристой серединкой и круглой. Это вот 318-319, которые очень часто используются. Это вообще один из самых популярных зеленых. Вот эти 321-323, которые, два зеленых, которые, когда вышиваешь, они от черного фактически не отличаются. Поэтому нужно очень аккуратно их рядом с черным бисером использовать. Некоторые вообще такие знакомые. Так, что у нас здесь? Здесь у нас кристалличный, кристаллический, наверное. Вот этот, кстати, я не часто встречала. Вот я не помню, что я с таким бисером имела дело. И все можно потрогать. А, так, это у нас алебастровый поехал. С алебастровым точно знакомо. Вот сколько я уже лет вышиваю бисером, да, с 2012 года. Но, действительно, некоторые бисер мне еще не встречался. Это перлыновый, это жемчужный. Вот, можно видеть вот эти вот первые четыре цвета бисера, которые очень часто белые используются, как разные оттенки белого. Знаете, как у DMC. Тут белый и бланк, который снежно-белый. Так, это у нас жемчужные. Много достаточно. Так, это сатин. Видите, тоже они такие, ну не все прям идеально одинаковые. Так, это у нас идет прокрашенный. Прокрашенный. С прокрашенным тоже я встречалась достаточно часто. Так, это металлизированный. Видите, его совсем немного. Так, это у нас еще заканчивается. Вот этот вот жемчужный. Смотрите, какая красота. Сейчас. Момент. Смотрите, какая красота. Это глазурованный. Такой тоже часто. У меня, кстати, вот какой-то из этих, какой-то из этих у меня был в вышиванке. Кто помнит, недавно я показывала законченную вышиванку. Кстати, сегодня я ее буду стирать. Мамино платье наконец-то дошли у меня до этого руки. Матовый, прозрачный. Вот матовый, прозрачный я не встречала пока в своих работах. Чтобы прозрачная серединка, то есть чтобы матовая серединка и сам прозрачный. Такого еще у меня не встречалось. Рубка. Но ее немного совсем. Буквально тут несколько цветов. Вот хамелеоны. Вот эти вот. Я обожаю эти хамелеоны. Я вообще потрясающе. Особенно вот этим вот 880. Я им достаточно много вышивала. Очень классный. Такой фиолетовый внутри и голубенький снаружи. Ну вот эти все хамелеоны. Вот этот вот зеленый в желтом. Ну вообще классный. Так. И это у нас еще. Так. И следующее. Это как раз... А, это прозрачный матовый. Ну прозрачный матовый-то. Вот, кстати, именно матовый. Потому что... Видите матовый бисер? Абсолютно матовый. Потому что иногда почему-то путают. Говорят. Вот этот вот, который просто... Не с блестящей серединкой. Просто этот глазурованный какой-то. Или жемчужный. Часто на него говорят матовый. Но на самом деле матовый. Он реально матовый. Его ни с чем не спутаешь. Натуральный. Это сатин опять. И вот это вот те же самые... То, что я говорила. Те же самые цвета. Только с квадратной серединкой. То есть тоже блестящие. С серебристой серединкой. Но квадратной. С квадратной этой дырочкой. И вот они могут быть абсолютно такой же цвет. Но другой номер. Прозрачный радужный. Тоже красивые. Вот смотрите, какой красивый. С 746-й. Вообще. Вот этот вот 755-й. Тоже такой. Это все красивые. Единственное, что видите, вот они не везде как-то прям идеально ровно приделаны. Твин. И одного нет почему-то. Не знаю почему. Но его и не было. И последняя страница. Это у нас такие специфические. Здесь тоже, видите, нескольких нет. Это номер 6. Такие прям крупные бусины. Номер 8. Тоже крупненькие. 11 такие вообще маленькие-маленькие. Алибастровый. Это опять рубка. Не так уже ее и мало оказалось. Это у нас жемчужный. Так. Тут у нас что? Металлизированный матовый. Тоже классный. Тоже мне не встречался пока, к сожалению. Нигде. И это стеклярус. Стеклярус 3. Такие поменьше. И стеклярус 5. Посмотрите, какие огромные-огромные куски стекла. Все. Здесь у нас уже с другой стороны обложка. Все. Вот такая вот карта теперь у меня есть. Я безумно довольна. Теперь у меня есть и карта DMC, и карта бисера. И, конечно, это будет упрощать подбор бисера. Просто невероятно. Потому что сейчас вот я подбирала, я рассказывала в впечатлениях месяца, я подбирала бисер к ирисам. Вот эти вот, которые пара к моим свежим розам метровым. И там, конечно, сложно. И переводишь вот это вот, и смотришь, гуглишь какой-то цвет бисера, и какой он там должен быть. Там вот блестит, не блестит. Короче, это целая история. Кто подбирает бисер, тот понимает, о чем я говорю. И теперь с такой картой все будет гораздо легче. Я оставлю ссылку на группу, где я покупала эту карту, вдруг кому-то пригодится. Конечно, удовольствие это не дешевое, но кто часто имеет дело с бисером, я думаю, что вам это невероятно упростит жизнь. Но, в принципе, карта DMC тоже удовольствие не дешевое. И причем не дешевое, оно практически одинаково. Но карта бисера чуть-чуть подешевле, чем карта DMC. Но это такие универсальные помощники. Я очень рада, что теперь у меня есть и одно, и другое. А, откровенно говоря, что делать с вот той вот, которая у меня заготовка, недоделанная карта. Не знаю, возможно, когда-то у меня дойдут руки ее доделать. Но явно не в ближайшем будущем, потому что год она уже у меня лежит и лежит. Тем более, что собрать все номера бисера, все образцы, чтобы там это все попределывать. Тем более, вот эти специфические, стеклярус там. Короче, целая история. Все, спасибо всем большое за внимание. Удачи вам и творческих успехов. Пока!